Депутаты законодательного собрания побывали с двухдневным рабочим визитом в Багучанском районе. Парламентариев интересовал ход выполнения договора между Креевым бюджетом и Багучанским алюминиевым заводом. По нему бюджет предоставляет заводу льготу по налогу на имущество, а взамен предприятие обязуется за 6 лет создать в районе мощную социальную инфраструктуру. Она включает в себя новые школы, детские сады, больницу и жилье для рабочих. Подробности в главной теме выпуска. Первым объектом, который посетили депутаты, стала районная больница, которую не могут достроить с 2005 года. За это время опомнился проект и сменился генеральный подрядчик строительства. В ходе небольшого совещания на месте основные разногласия удалось устранить и даже определиться с датой открытия больницы. Это событие должно произойти не позднее нового года. Пройдено чертание возврата. Как я говорю, то есть уверен, что мы выполним обещания и Александра Геннадьевича Клапонина, и Льва Владимировича Кузнецова. То есть по школе в Пенчуге, ну это пример, наверное, строительства, когда в декабре 2012 года началась школа. Мы твердо убеждены, что 1 сентября 2014 года мы школу введем. Далее инспекция проходила в более спокойном ритме. Парламентариям показали строящуюся школу. Оказалось, там никаких особых проблем нет. Местные ребятишки с нетерпением ждут переезда в новое здание. Мы хотим, чтобы это немножко помогло вам лучше учиться. Чтобы вы помнили о том, что мы ждем, что вы будете учиться только на как? Вот это самое главное. Спасибо! Вот эта школа в первую очередь меня очень вдохновила, потому что если эти такие школы будут повторного применения, ну по крайней мере строятся взамен старых там, да, то, наверное, через какое-то количество лет все деревни там, не знаю, будут жить в современном обществе, а не так вот, как сейчас. Невозможно все сразу изменить, но на примере вот Богучанского района можно сказать, что движение есть. Конечно, нам хотелось бы, чтобы все это шло гораздо быстрее. У нас люди работают на этих объектах, у нас сопутствующее производство появляется и расширяется, и опять же, это местное население сегодня уже тысяча точно работает на этих, так сказать, стройках и предприятиях. Напомним, изменения в статье Краевого закона о налоге на имущество предприятий были внесены правительством на рассмотрение сессии парламента в декабре прошлого года и коснулись в основном предприятий, осуществляющих производство первичного алюминия. В частности, Богучанский алюминиевый завод должен до 2019 года получить от Края более чем на 4 миллиарда рублей налоговых льгот, а замен передать на баланс района полностью отстроенную инфраструктуру. За 2013 год предприятие должно вложить в социальную сферу не менее 1 миллиарда рублей. Только при этом будет предоставлена льгота. Но так как этот год был пусковым, или является пусковым, мы всего лишь недополучим бюджет Края около 80 миллионов рублей, но получим миллиард вложений в социальную сферу поселка Таёжин. Только при этом условии. После выхода завода на запланированные объемы производства, а это 588 тысяч тонн первичного алюминия в год, трудиться здесь будет более 3000 человек. Предполагается, что жить они станут компактно в новом микрорайоне поселка Таёжный, где уже почти готовы 800 квартир. Сейчас совместными усилиями краевой власти, районной, муниципальной, с участием компании, мы сегодня об этом говорили, и, конечно, необходимо очень четкое, комплексное понимание, как будет развиваться поселок, что здесь есть, чего здесь не хватает. С одной стороны, все хорошо. Завод взял банковский займ, привлек средства частных инвесторов и федерального правительства, которых должно хватить на компенсацию налоговой льготы краевому бюджету. Но некоторые депутаты считают, что в проекте не все учтено, и его стоимость в конечном итоге может существенно возрасти. Побывав на месте, видим ошибки, которые повторяются из года в год. Строится поселок, инженерная инфраструктура вообще не построена, котельная не расширена, сети не построены, водозабора нет, очистных сооружений, канализации нет. На вопрос, а как же мы будем подключать эти коробки из зданий, а вот мы временную электрокотельную построим, а дальше посмотрим. И все-таки генеральный директор нового завода настроен оптимистично. Первый алюминий должен быть получен к Новому году, а вопросы, в том числе и финансовые, можно будет решить в рабочем порядке. Я благодарен, что депутаты ЗАГС собрания и члены правительства быстро отреагировали, приехали. На сегодняшний день практически все вопросы решены. Сейчас мы это утвердим, так скажем, протокольно. Начнем работать дальше. В свою очередь, члены рабочей группы законодательного собрания, на которую возложены функции контроля за исполнением соглашения, пообещали багучанским алюминийщикам, что постараются сделать все возможное, чтобы проект не забуксовал, так как его значимость для развития Нижнего Приангария трудно переоценить. Сегодня руководство завода в целом свои обязательства выполняет. Мы побывали на жилом секторе. Мы посмотрели те вопросы, которые с дальнейшей эксплуатацией. И здесь есть над чем нам подумать. Это инженерные сети, это обеспечение социальной инфраструктурой того жилого комплекса, который есть. И будем продолжать работать. Поэтому в части выполнения тех графиков производства работ, которые предполагались, они сегодня, можно сказать, удовлетворительные. Мы предполагаем, что дальше у нас будут два детских сада, школы, которые заложены в соглашении. Есть вопросы по развитию дорожной сети, есть вопросы по развитию инженерной сети, которые, я думаю, мы найдем точки соприкосновения, общие знаменатели и совместно решим для того, чтобы развивался, в том числе и поселок Таежный. В ходе итогового рабочего совещания депутаты особо отметили, что одним из основных пунктов соглашения является запрет на применение организационно-финансовых схем по выводу из территории края налогооблагаемой базы компаний. Иначе проект сразу же потеряет инвестиционную привлекательность для региона. Впрочем, есть все основания полагать, чтобы Гучанский завод будет работать по чистой схеме. Производство и отчисление налогов будет происходить на территории Красноярского края.